Девушки отдыхают Девушки отдыхают Выкрадываем у нас у части ядерную ракету с боеголовкой Точно, эту ракету к себе привязать И потом, как герой, шагом жахнуло, так жахнуло Бах! И гриб! А, у меня, кстати... Да что ты все заладил? Гриб на гриб! Пускаемся в пугоню за грабителями Они отстреливаются, в панике бросают ракету Мы хватаем ракету, притаскиваем часть к комбату Получаем повышение по службе и остаемся родной части Это ты хорошо придумал Одного только не учел А если они не бросят ракету, а? Или отстреливаться будут до последнего, а? Да кто они? Кто они? Кто они? Грабители! Все за друга Я, грабители И эту мы в один кусой, в другой в очках Точно У терроризма нет национальности Здорово, Маруи! Слыхали последнюю военную тайну? Никак нет Правильно, потому что первой военной тайны нашей части Заю кто? Я! Украли со склада нашу атомную крылатую ракету Парбина! Разрешите, товарищ комбат, кинуться в погоню за гадами? Да, они отстреливаться начнут Ракету-то бросят Бросят ракету А мы ее топ и в часть И героями будем Отставить погоню Дело в следующем В свое время Американское правительство Там конгресс Президент Выделили нам Ну не нам В стране Много денег На уничтожение этих ядерных отходов Ну а Деньги, как водится, на части не дошли Пропали Москва все равно от нас требует Уничтожайте ракету Уничтожайте ракеты А да какие шиши А тут такая удача Ракета сама ушла Даст бог Все ракеты вот так же растащат Ну ты Ну ты А я сейчас подумал Может ее достать-то в часть отнесть, а? Ну да Ну да Куда ты? Ты видал Какой радостный был Крумба Да у нас такие дела Не только не похвалят тебя А эту ракету запихает Знаешь куда? А куда запихает-то? Я говорил Я говорил Ничего не получится Надо Выпить И под танк Под гусеницу Что? Смело Вот так И дрейш К заду Есть последний выход А ты же говорил, что Тот Был последним, а? Я просчитался Последний участ Будет Надо Набить кумбату морду Правильно Морду набить И почки так Бах Тихо Раз И в печенька Буком Раф И губы порвать Ему удастся и ухо Сейчас зацепить При падении Хрязь И потом Выпить И под танком Прямо Танк Да зачем под танком? Гусеница Рома Вот так Это Гусеница Слух И сюда Задов На комбата Нападают Воображаемые Грабители Бандиты Мы спасаем Комбата От грабителей Бандитов И он Оставляет нас В части Я Душлу Ты, Тарас Что-то со мной С идиотом По-моему Разговариваешь А? Не увязочка Здесь Где мы Бандиты На грабители Найдем А? Задов Воображаемые Бандиты Это Вы Вы Это Сына Осторожно Поприкотно До Четыр До Кажется Граб Ты Чего Парик Ты Чего Говорит Задов Ты Доросова Командира Руку Путнил А А Это Не Я Это Нинька И вот Когда ты убег Я в комбайсках для верхности Бутылку водки брил А когда он очухался, внушил ему мысль, что это мы, чтобы у его бандитов родби. Он бы уверил. Молодец. Вот молодец. Только вот, кажется мне, что небольшой осадочек на душе у него остался. Ага. А как-то тебе показалось, что осадок у него этот остался, а? Ну, а чего бы тогда ему меня по службе повышать, а тебя увольнять? Уволил, всё-таки, да? Да ты что, Стушенка? Прощай. Да ты что, Стушенка? Прощай. Да ты что, Стушенка? Да ты что, Стушенка? Прощай. Да ты, конечно, ты в части остался, а меня кинком под зад выкинули, да? А я ведь ничего делать не умею, я пропаду на свободе. Чем я займусь, а? Успокойся, загору! Я тебе новым русским сделаю! Да как это? А вы как это? У меня кум в Киеве, бизнесмен, продаёт в Россию по росте чудесам. щетину. Зараз расширяется фирма. Филиал здесь открывается. Я ему рекомендовал тебя. Директором будешь. Зарплата 500 долларов США. Дом за городом. Клодина на Котельческой. Яхта. Сел в яхту и у дни пропоплялся. Неувязка. Яхта с веслом. Это байдарка. Допустим, я и на это согласен. Но ты мне скажи, как-то я из центра Москвы на байдарке прямо в Днепр выйду, а? Задумаю. Тебе рабочие от квартиры до Днепра канал пророют. Ну не нравится мне вот... Ну что не нравится, а? Дом в центре Москвы, на Котельческой набережной. Прямо яхта у дома. Икра бочками. Красная, черная, щучья, сазаны. Прямо меньше. Так раз сжаться икорку. Мы в яхту с утра шесть и в Днепр прямо. Да. Нестыковочка. Нестыковочка. Как это мы из центра Москвы на яхте попадем в Днепр? Нина, Нина. Цирк на колесах. Но не зря говорят. Деньги есть, ума не надо. Нам рабочие из центра Днепра в центр Москвы канал пророют лопатами. Экскаватор. Да. Все насосы так живут в Киеве. Тарас, я вот... Чего думаю? Я вот здесь документы подписываю, подписываю, да. А они не по-нашему написаны. Я не понимаю, что пишу. Может, я себе приговор-то подписываю, а? Да ты что ж заново? Думаешь, что я тебя обманываю, что ли? Ты вдумайся. Ну нахрена мне тебя обманывать? Ты же мой партнер. Ну, вроде да. Да. Ну и все. Давай вот, переодевайся у нового русская. Это зачем это? Делу есть. Ну шо? Приехали, кажись. Слухай сюды. Степан, наш сусед, отыскал на помойке нашу ракету с буеголовкой. О-от, сволочь, а. По помойкам лазит, а? И отнес ее товарищу комбату. Да не-не. Причем тут комбат? Он хитрее сделал. Он объявление у газеты дал, шо, дескать, продается ядерная ракета с буеголовкой. Ну, нашелся покупатель. А? Товарищ комбат. Трини, шо ты мне привязался с этим комбатом? Арабы какие-то. Сам Степан теперь боится на встречу с арабами идти. Говорит, у рабского я не знаю. А комбат знает? Ты не знает комбата арабского. Нам Степан поручил это дело. Говорит, сходите на стрелку, возьмите деньги, а мне бутылку водки. Вы притараньте. Вот хитрец, а. Это ж смотря какая бутылка, да? Скажем, маленькая. Маленькая ничего. А если большая, нам денег не останется, да? Тихо! Приехали, кажись, арабы. Значит так, забыл. Зараз выходишь из машины, берешь ракету. Несешь арабам. Деньги получаешь и ко мне. Ага. Зараз, а чё это я-то, а? Может, мы вместе, а? Да ты шо, соображаешь? А кто тебя будет из тылу прикрывать, а? А, ну да. От страха ручку найти не могу. Я извиняюсь, я бы поехал. Все, что в жизни есть у меня Все, чем радость каждого дня Все, о чем тревоги и мечты Это все, это все ты Все, что в жизни есть у меня Все, в чем радость каждого дня Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Субтитры делал DimaTorzok где деньги за ракету проверял я нет денег нет а девушки свои спроси нас там трое было ты я и жилка твоя я спрашивал спрашивал не права я спрашивал про ладно ведь не права то ну и ладно жизнь заду она такая штука полоса белая полоса черная а зараз у тебя стало быть черная пошла ну смотри сюда подпишу здесь что ты мне когда белая полоса начнется и деньги мои и вернешь вот я вам швырну когда белая была и дуберочку заду на мэне на продажу твоего автомобиля это зачем-то ну як зачем ну все равно он удели у нас засвечен продавать все равно надо деньги тебе не помешают вот и хорошо вот и прекрасно и розочка теперь она будет ага никогда дома какая нибудь заначка на черный день есть ну да вот они вася что ты делаешь это же кровавые наши деньги может всю жизнь копили себя на старость не будет у нас старости не на не будет хватит вот это же бизнес не на бизнес все вернется в десятикратном размере бизнеса то что нет бизнес он как зебра не на белая полоса черненькая белая черника белая черника отдай мне отдам отдай я сказал мне отдай посмотри на себя вася ты же очумел очумел тебя же твой пастушенко обманывает он травил тебя своей оперы он же и обманывать скорее всего он деньги ты взял ну посмотри но где все что он обещал не дом на катерической где яхта у причала где конце концов канал депо рают наверняка уже рают слышишь ляск зубил отдай отдай я сказал отдай я сказал о здоровей кибулы делись задом шо я тебе прикатил велосипед велосипед победил на твой автомобиль да выгодная сделка не благодари ну как продаж его так сразу долги мне и отдашь а кстати об долге но вот сколько есть поглядим не густо не густо но как говорится и не пусто часы золотые с бурьянтами по каталогу сто тысяч баксов стоят один лох цены мне знает готов поменять на шоу года вот до магнитолы не знаешь у кого можно поменять не знаю знаю жди здесь пашкина подойдет ну не знаю магнитола старая черная но с другой стороны часы золотые сто тысяч баксов держи счастливчик заду потому что должен выглядеть дорого чуешь як у тебя полоса светлая покатила чуя черные трассы звери арабы приезжали которым я его ракету да значит да продать пытался говорят не понимаю о чем вы говорите о чем вы говорите товарищ бывший мой прапорщик но надеюсь что компетентные органы разберутся во всем по полной программе удачно зашли с товарищами тебе сейчас стоят на свои места и кто ракетами атомными торгует и кто завалил страну щетиной контрабандной и у кого часы золотые с убитого человека сняты в кармане пальто я не понимаю за что ты это сделал с василием ведь это же ты ты украл эту атомную ракету со склада ты поменял неизвестные часы на пашкин магнатофон который стоит сейчас у тебя здесь и это ты подсовывал ему на подпись бумажки на проклятую украинскую щетину да все сделал я но это не доказуемо 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 теперь понятно кто ракету атомную украл часы с мертвого человека снял и щетиной хопляцкой поросячей всю страну завалил пас оаа здравствуйте здравствуйте я к Тарасу Тарас что ты за человек такой скажи мне а я покупателей на ракету с атомами нашел нашел я часы с убитого человека снял снял я порося отбрил чтобы щетину добыть а ты мне долю не можешь вернуть в битие моей несчастной доти теперь мы еще точнее точно знаем кто и инициатор и мозг этого преступления этого фу того вот и все-таки хорошо все то что хорошо заканчивается правда вот звание тебе вернули часть тебя восстановили ведь все хорошо нехорошо не да нехорошо осталось у меня песка не окончена для механической пианины ну хватит а ну заду ну посмеяюсь и хватит ну я вам все понял вот и сделал но больше не буду ну не бери ты греха на душу заду мы же были друзья ты это Тарас копай а тебе Тарас хорошо ты выкопал и лег а мне еще через весь пустырь к дому идти одному